всем привет друзья с вами Варчик в этом видео с вами поговорим про механику который до сих пор нет в игре хотя во многих онлайн играх такое есть потому что без этого вообще невыносимо играть качество игры падает прямо ниже плинтуса но картошечка как обычно ни о чем не париться ни о чем не думает ничего не контролирует само как-то катится там и катится у меня есть простой вопрос для вас а как давно вы вообще были восхищены своими союзниками то как они сыграли помогли вам в командной игре вы такие типа у меня союзник прикрыл когда я умирал там или посвятил мне хорошо позицию мне оставил или помог мне на каком-то направлении когда вы восхищались последний раз союзником вообще такое бывало я честно за семь лет игры не помню чтобы какой-то союзник реально мне чем-то прям помог что я прям аж удивился или прям заметил это такой типа вау ничего себе братан спасибо такого я честно говоря даже особо припомнить не могу дай бог если за семь лет это было один раз а теперь скажите мне а как часто вы негативно смотрите на союзников потому что они вас выталкивают подпирают занимается какой-то чепухой специально топятся спрыгивают там куда-то разбиваются и в бою в целом занимаются какой-то ерундой у меня ощущение что это происходит каждый бой и ведь это же влияет на качество игры на содержание боя и это не очень и подгорает очень часто и играть в такое не сильно хочется а сколько людей из-за этого бросают игру и не хотят в это заходить я думаю большое количество неужели не нужно этим заниматься во многих онлайн играх особенно популярных и крупных существуют различные механики кармы порядочности и все в таком духе если хорошо себя ведете не занимайтесь чепухой в бою никто вам жалобы не кидает вы не ливаете скаток все доигрываете нормально себя ведете в бою занимаетесь в игре игрой то у вас высокая порядочность если выливаете скаток выталкиваете союзников разбиваете специально топитесь на вас кидают кучу жалоб в общем и целом вы весь такой ни разу непорядочный максимально противный союзник с вами никто играть не хочет у вас порядочность плохая соответственно что вы с плохой порядочностью сразу вызываете только негатив а если вы еще из кота клеваете и мешаете всем играть то вас должны отправить к таким же злодеем как и вы и вы там отбудете несколько боев если за эти несколько боев вы ничего опять не натворили то вы возвращаетесь к нормальным игрокам которые заходят в игру играть если вы опять что-то там натворили то срок продлевается и вы там находитесь пока его не отбудете это нужно для игры без этого она загнется быстрее без этого люди быстрее будут из нее выходить меньше желания заходить в такую игру где огромное количество людей в бою сами себе мешают играть и окружающим тоже в онлайн играх это проблема на уровне проблемы с читерами когда много читеров либо людей которые грязно играют и мешают всем вокруг отталкивает остальных игроков онлайн уменьшаются и остаются только такие вот люди читеры и грязные играющие лоботрясы которые сами не играют и окружающим мешают и со временем это превращается в какое-то ужасное место где только такие вот изгои какие-то играют с которыми вообще связываться не хочется и дальше лучше не станет нормальные играющие люди все чаще и чаще будут уходить потому что они видят что вокруг происходит и в таком месте находиться не хочется но в картошке за 10 лет до сих пор ничего подобного не появилось и никто об этом даже ничего не говорил никогда но вы зайдите в рандом поиграйте и вы все сами увидите что некоторым людям нужно отдельно поиграть и остыть потому что они в бою занимаются явно не тем и без них игра была бы лучше а если они захотят нормально поиграть то пускай справляются играют как люди они занимаются чепухой и теперь напишите мне в комментариях действительно это так или нет я каждый день практически играю в world of tanks и вижу что картошка катится по наклонной и чем дальше тем люди все хуже и хуже ведут себя в бою да у картохи много проблем везде но с чего-то нужно начинать бои сами по себе лучше не станут было бы неплохо если бы разработчики зашевелились в эту сторону тоже но для этого им нужно хотя бы как-то подать знак чтобы они заметили что это реально проблема потому что обычно разработчики в картошке сами по себе не шевелятся только когда проблема уже ну максимально усугубляется дальше некуда ее заметили все игроки начинается просто тотальный негатив у всех игроков из-за какой-то проблемы только тогда не такие типа а вот тут что-то не так мы через два года начнем тут что-то делать на песочнице выпустим что-то протестировали ой у нас не получилось еще через три года что-нибудь протестируем ой опять не зашло им уже надо дать знать что эта проблема потому что пока они начнут шевелиться уже будет поздно подписывайтесь ставьте лайки с вами был варчик играть красиво всем пока ну Продолжение следует... Продолжение следует...